Стена Плача В День Плача сложено немало легенд и историй, убедиться в реальности которых сегодня не представляется. Но в чем вы сможете убедиться лично, так в том, какое чувство умиротворенности и одохотворения испытывает человек, обращаясь к Всевышнему в этого века миномоленного великого памятника на священное землю. Ведь за 2000 лет столько событий произошло возле западной стены, что невольно испытываешь трепет при приближении к нему. Сейчас я непосредственно подойду к Стене Плача. Записки у меня с собой нет, но достаточно того, что я притронусь. По сути нет разницы, какая причина заставит вас прикоснуться к Стене Плача. Вы можете просто помолиться, можете оставить записку с обращением к Всевышнему, но ощущение святости этого места вам гарантировано. Находясь среди религиозных евреев, дотрагиваясь до стены, действительно чувствуешь колоссальный заряд энергии. Это не пустые слова, что-то есть после стены. Правил посещения Стены Плача не так уж и много, но их нужно знать и неукоснительно соблюдать. Прежде чем подойти к Стене Плача, необходимо надеть головной убор, который находится здесь и я это все проделаю. В древней еврейской традиции отходить от стены Плача нужно лицом к ней, не поворачиваясь спиной. Не стоит задумываться, почему нужно делать именно так, просто нужно уважать веками сложившиеся традиции.